Алине было всего 15 лет, когда она стала героиней реалити беременна в 16. Алина с 13 лет встречалась с Костей. Между ними была искренняя подростковая любовь. Они встречались два года. Но в итоге все закончилось тем, что девушка забеременела. Ей было 15, а Косте 17 лет. Родители с обеих сторон были против родов. Хотели, чтобы Алина прервала беременность. Но ее поддержала бабушка, которая опасалась последствий этого вмешательства. Сначала Костя уверял девушку, что они со всем справятся. Но это были просто слова. По факту он вообще ничего не делал. Он жил, как и прежде. Словно отцовство и не маячило на горизонте. Мама и бабушка Алины постоянно его пилили. Говорили, что ему нужно начинать работать. Потом и Алина стала упрекать его в полном бездействии. Костя злился, но ничего не делал. В итоге 15-летней беременной Алине пришлось устроиться продавцом в магазин одежды. И даже этот факт не заставил Костю измениться. В итоге Алина приняла решение расстаться. В день родов Костя пришел к ней в больницу. И девушка поддалась чувствам. Она была рада, что парень находится рядом в столь сложный момент. И Алина простила. Первые дни после выписки Костя был рядом с ней и дочкой. Но надолго парня не хватило. Он быстро забыл своих девочек и вернулся к обычной подростковой жизни. Серия закончилась тем, что Алина окончательно рассталась с Костей. Она поняла, что осталась матерью-одиночкой в 16 лет. После проекта Алина и Костя так больше и не сошлись. Интереса к дочке парень не проявлял. А через некоторое время он женился и у него родился сын. Алина тоже вышла замуж. Что самое интересное. Со своим мужем она познакомилась благодаря участию в реалити беременна в 16. Тимур посмотрел передачи с ее участием. Нашел девушку в социальной сети и написал. Алина сама удивляется, почему заметила именно его сообщение. Ведь каждый день она получала сотни писем и запросов в друзья. Они стали переписываться. Потом созваниваться. Потом встретились. Возникли взаимные чувства. Пара вместе уже больше пяти лет. А в 2016 году у них родился сын. И самое интересное то, что Алина и Костя живут со своими семьями в одном районе. Они пересекаются на детских площадках. Но Костя не обращает внимания на свою дочь.